Наш мир без терроризма. Это акция памяти и акция скорби, прошедшая в Сараполе 4 сентября. Памятные мероприятия, состоявшиеся в городе, приурочены сразу к нескольким датам. Это и день ветерана боевых действий, которые в Удмуртии отмечаются в первую субботу сентября. Это и Всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом. В память о жертвах теракта, случившегося в Беслане в 2004 году. Это и 40-летие первого в нашей стране теракта, случившегося в Сараполе, когда в школе номер 12 были захвачены десятиклассники. Страшнее войны, наверное, есть гражданские войны. Но еще страшнее всего этого, конечно, различные террористические акты. Когда враг неизвестен, когда предстоит проводить большие серьезные мероприятия специальными подразделениями, службами, чтобы предотвратить угрозу, сохранить жизни в ничем не повинных людей и детей. К сожалению, и в нашем городе был такой случай, которому исполняется нынче уже 40 лет с тех событий. И мы находимся не так далеко от 12-й школы. И огромный профессионализм офицеров, огромный профессионализм педагогов позволил сохранить человеческие жизни, жизни детей и учителей. Дабы почтить память жертв террора, на площади мужества собрались школьники и ветераны боевых действий. Терроризм, пожалуй, одна из самых опасных угроз 21 века. И страшнее, когда теракты случаются с участием детей. Перед собравшимися с показательным номером выступили ученики детского морского центра «Норд», продемонстрировав навыки боевых искусств. Минуты молчания присутствующие почтили память всех тех, кого с нами сегодня уже нет. И в знак солидарности в борьбе с терроризмом и в память о погибших вооруженных конфликтов присутствующие возложили цветы. Продолжилось мероприятие всероссийской акции «Капля жизни». Вот так, сложив лодочку ладони и поливая из рук растения, мы вспоминаем тех детей, родителей и учителей, которые в 2004 году пришли на праздник 1 сентября в свою школу в Беслане и попали в лапы террористов, которые три дня держали людей в заточении, не давая выпить и капли воды. Многие из того ада не выбрались и погибли. Страшные события разворачивались и в далеком 1981 году в нашем городе. Двое вооруженных дезертиров взяли в заложники детей школу номер 12 и требовали организовать им выезд в США или другую страну Запада. В 16 часов они удерживали 25 десятиклассников. Переговоры с террористами вел капитан КГБ Владимир Орехов. Тогда потерь удалось избежать, и дети были освобождены в знак благодарности Владимиру Орехову и бойцам группы «Альфа» в честь мужества учеников и учителей в школе открыта памятная доска. А сам Владимир Викторович о тех событиях вспоминает со слезами на глазах. А здесь мемориальная доска, планшеты, это воспитательный эффект колоссальный. Поверьте, я во многих школах выступаю, и бывает иногда, что ко мне в Завеловском районе там человек 300 народу было. Девочка подскочила, обнялась и заплакала. Потом мальчик в татарской гимназии подошел, разрешите руку пожать. Вчера вот встречался с детьми, мальчик пошел, разрешите им руку пожать. То есть дети неравнодушны к этому, они понимают. Я говорю ведь о героизме детей, прежде всего о героизме этих школьников наших, которые здесь были. Это неподражаемо, как они себя вели. Во всех других случаях это было совсем иначе. Вот этим школьникам, ну, это они сделали, это раз все успешно. На открытие памятной доски присутствовали и сами заложники, тогда десятиклассники. Они вновь делились этими воспоминаниями. В тот день чувствовала, конечно, поддержка всей страны, даже вот это сплотились с Москвы, считай. Считай, группа Альфа прилетели, тут все это, все организовано было на высшем уровне, конечно, все. Освобождение. Вы же дети были. Да дети. Ну, как не страшно. Что сейчас я об этом даже... Это просто в то время это не чувствовалось, а потом уже, конечно, потом уже после прошествия какого-то времени уже, что могло с нами произойти, конечно, это... Прошло оформление. Да, да, да. В рамках акции «Наш мир без терроризма» на стадионе «Энергия» состоялась военно-спортивная эстафета. В ней приняли участие более ста ребят из разных школ города. Им предстояло преодолеть шесть этапов. Это и разборка и сборка автомата, и переноска ящика с боеприпасами, передвижение по-пластунски, стрельба из пневматической винтовки, а также переноска пострадавшего. Быстро и ловко они преодолевали трудности на пути борьбы за лидерство. Украшением же этого спортивного мероприятия стало выступление служебных собак, пушистых бойцов «Нордика» и «Хакера». Красавцы продемонстрировали навыки защитно-караульной службы и поиска. Есть, есть, аплодисменты «Нордику». Победителями же эстафеты стала команда средней общеобразовательной школы-интернат номер 19. Второе место у команды школы номер 2. Бронза у лицея номер 18. Продолжение следует...